Сейчас Юсуф помогает нам с Максом добраться на рыбалку, он нас туда забросит, оставит, а завтра нас оттуда заберет. Ну вот, собственно, и все. Будем сегодня рыбачить, хорошая рыбалка. Вот тут вот, видно, да, сразу, что наш человек, наш человек, Максим. Мы находимся в лучшем городе Турции, в Анталии. Здесь зимой, летом, вот такая погода, сейчас вот там поедем 5 километров, будет возле Маладана речка, которая впадает в море. Там замечательные есть рыбы и крабы, то, что нужно для Максима и для моего друга Дима в тревоге. Ягейл, Аджары, Гуджу, хорошая рыбалка всем. А тут все равно 900 грамм, в любом случае 92, 92 на 3, 270 рублей. Все, на граммах все пожарилось, голодая. 40 лир, 40 на 3, 120 рублей банк, дорогой стал. Был, я помню, еще дешевый, да? Ну, можно, даже. Ну, можем себе позволить? Хлеб в Турции вкусный очень, не знаю, почему так, но он очень вкусный и стоит 9 лир, 9 на 3 получается 27, но он какой-то вообще нереально вкусный. Потому что рыба в Турции готовят на дровах, то есть за место природного газа они используют дрова, то есть каменный печь, и когда в каменной печь на дровах готовят, у нее запах такой вообще нет, вот этот вкус, ее можно есть без ничего просто. Все на 3 умножаем для простого счета, так что алкоголь в Турции не дешевый. Берите с собой. Нет, лучше вообще не пить, не пьем и вам не советую, да? Так, еще одна остановка, рыболовный магазин, надо купить. Еще один вид приманки, еще один вид приманки. Веся, стой! Чеку намотали меня. Еще один вид приманки нам надо купить, называется он, как называется он, Максим, правильно? Сулюнес. Сулюнес. Вот так подходишь, холодильнички берешь, это что на самом деле такое? Типа улитка Мидзиа, да? Мираба. Мираба. Вот, берем Сулюнес, говорим Мираба, заходим в магазин, видим здесь довольно разный ассортимент, более такого китайского, я вижу, производства, но с импортными, серьезными наклейками. Еще нам нужно взять груз для донок, которые мы будем ставить на ночь, ну и в принципе на краба. Остальное все у нас есть. Аграмм 50 хватит, там течения нету. 50 хватит? 50 хватит. Да, и полтинники берутся, я с тобой. 07 регион на номерах, это Анталия. Еще также здесь можно встретить часто 34, это Стамбул. Сейчас мы проезжаем курортную зону, которая называется Кунду. Здесь расположены с правой стороны шопинг-центры и крутые отели, а по левой стороне более бюджетные варианты. Ну, тем не менее, они такие плохие, просто они идут без своих пляжей. Море находится с той стороны. Нам нужно доехать до реки, которая называется Аджису. Да, эта речка впадает в море. И как раз в устье этой реки мы будем ловить краба. Это будет рыбалка на краба. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Деревенские люди. Это что значит? Ну хорошо, хоть ничего плохого я им не сказал. Через месяц вся эта деревня, в которой он там живет, они возле речки ставят такие большие вагоны и то есть живут там или это... Рыбалка? Нет, не рыбалка, там прохладно там дуют, а там жарко очень. И здесь бабушки и дедушки, они... То есть весь пляж дневной будет в будках, чтобы понимали. Будки. Каждый по своей мере возможность ставить вагоны, либо там на колесах, либо шалаши. А то, что сейчас там стоят такие шалаши на сваях, это что? Вот мы ездили недавно на рыбалку туда. Там стояли на шалаши? Да. Ну все значит... Такие стационарные, которые... Стационарные, все и через месяц, когда будет жарко, когда будет влажность большая. И людям, когда влажность, неудобно здесь дышать, и бабушки и дедушки предпочитают там около моря, там постоянный ветер. Сейчас покажем это место вам, Димон. Покажешь, гостям? Но это не секрет. Здесь левее. Левее. Окей, давайте идем. Давай, давай! Субтитры сделал DimaTorzok Выйдем, покажу. Там впадает море, как раз в эту речку. Пойдем глянем. В принципе, мы уже практически приехали. Осталось метров 200. Вон там море впереди. Оно впадает сюда, в эту реку. И как мы прочитали в гугле, что крабы любят такие места, вот устья этих рек, особенно где песчано-глинистое такое дно. То есть как раз таки вот это место. Рыбачить мы будем непосредственно по этой речке. Примерно где-то вон там, в метрах 500 от устья реки. А он уже море. Море средиземное. Это рыбацкие лодки, Димон. Деревенские люди. Эта лодка называется потопад. Почему потопад? Потому что у них моторы маленькие, мало кубов. они работают, слышали? Громко еще и громко, мы не одни, уси-буси, га-га-га, если хотите, сейчас мы вас накормим и себя накормим и вас накормим, маленькие прикольные такие, отличное место Димон, удивлен, пойдем, смотрите здесь мы будем рыбалку осуществлять, с берега такое хорошее место здесь у нас вот тень до присутствует вот сюда мы поставим палатку вот под деревья я взял мусорные пакеты сейчас мы чуть-чуть пхд проведем мусор этот соберем основной которая нам мешает хотя мусорки на въезде и су стоят и собрать это все проблем людям не составляет но они приучены у нас россии также слава аллаху что мы такие будьте такие пожалуйста не бросайте мусор гляньте это же не хорошо мусор бросать это на землю так она будет жаловаться на вас про на диму я думаю что не пешком приходят и не трудно было бы увезти не согласен так ну чего здесь у нас там продукты питания до рыбацкие снасти палатка маленькую я взял макс которая двухместная думаю что не нужны нам тут хоромы до поспать то пару часов мы ляжем около часу я думаю будем рыбачить и с утра с четырех уже нужно светло нужно уже пробовать ловить дальше так получается спиннинги пару спальничков пару ковриков такой минимальный набор туристы красная моя до сумка ездим мы в турцию семьей очень часто уже успели обжиться тут определенным скарбом туристическим в том числе конечно и в полной мере не как дома в краснодаре но уже что-то потихоньку накапливается с каждой поездки все заезжаем декатлон и приобретаем цены кстати в декатлоне стали конские если по приезду в турцию ну там года четыре до назад скажем так поначалу раскладушки стоило там две тысячи рублей то сейчас она стоит 8 эти матрасики наши это наша печка наша стол наш печка взял да на всякий случай и сух дошки роды рим как говорят ну я поехал я этот вечером приеду да я буду заряд получит вечером здесь на чай приезжать я взял с собой чай печку может на костре сейчас сухостой найдем где-то максим хороший год и димон я ее я хочу я хочу я хочу теперь можно немножко пенного я предлагаю смотри у нас что у нас два спиннинга таких тяжелых да назовем это можно грузить твои думки более лайтовые и можно просто навязать за кедушек правильно давай вот эти всякие приблуды тяжелые поставим на мои спиннинги которые краба ловки и будем просто в ответ так опускать и все дай подальше а на твои спиннинги попробуем и может поблеснить что-нибудь покидать да есть это тоже краба ловка такая сюда мясо кладешь на так вот открываешь сюда наживка наживка сюда грузила до другой конец то есть получается она просто просто вот пытается залезть к этому мясу да и тени подсекать получается подсекаются его на месте сама затягивающиеся просто давай проверим и лобами мы точно не останемся такая морская крышки запах очень неприятный максимально не знаю даже как его писать он как будто кошачья моча умноженная на 100 когда-нибудь появятся такие технологии которые смогут передавать запах вот не желаю вам чтобы они появились быстро открывается такая как ракушка да у нее получается внутри лежит слезнячок протираем леска даже не леска не нитка что-то типа она тянется да что-то типа резинки резинки до тонкая резинка и приматываешь соленез уже непосредственно он даже муки прилетели запах соленеза теперь вот этой резинкой сверху обматываешь водок получается как колбаса ливерная слушайте тыр-тырки или как весу сказал вот еще еще один они тут одна за одной мы ну на трассе да по сути потому что это выход в море с этого канала реки обычная донная снасть сколько здесь четыре крючка курица и соленеза через одну груз 50 грамм айда первый заброс на запечатлеть получается этот спиннинг будет стоять на какую-либо хищную рыбу там дальше я поставил уже палку она будет вот с этой кормушкой которая собирается снизу на краба здесь будет стоять спиннинг с кормушкой которая набивается внутрь и вот мы нашли еще пару палок к ним и просто привяжем леску и закинем их здесь на краба на обратном конце лески будет привязан кусок курицы без крючка без груза этого будет достаточно сразу есть а может крабов мы и не будем ловить сейчас теперь и квалифицируемся на что-то другое нет пока мимо почему именно краб потому что в турции я уже довольно давно езжу и регулярно можете посмотреть на моем ю тубе множество и объехал тут рек и водохранилищ но что-то с рыбой у меня тут не срослось на морскую рыбалку возможности нет выходить если за деньги то это стоит в районе там двух двух тысяч долларов и от анталии нужно уезжать в сторону греции фитхи и каш в общем туда анталийское побережье она довольно пустое на морскую рыбалку поэтому в нем этом побережье на устьях рек хорошо ловить именно крабов такая снасть получается он подошел кушать мясо и мы хоп и закрыли его наверх нет он так бежал крепко или он куда-то зацепился начало так себе скажем честно и мне кажется есть мне кажется что то там есть есть вон очу полная крабов что на один у крупный давай фрикцион подтяни коряга держит ну и смотри короб хороший ну смотри значит и в прошлый раз она порвалась не просто так они видимо клешнями и как-то коцают значит нужно переделать вот эту леску на поводковый материал какой-то ну или на что-то более плотное например веревку какую-то к правилу не боишься он цапнет за руку так как он дотягивается даже за жопу когда его держишь со спины он дотягивается и вот здесь кстати обратите внимание у него на пузе видно да вот такая костная выемка это тоже кость это кость да ну или за как правильно назвать панцирь вот это с такой выемкой мне идут мальчики видно да но гендерные признаки если она идет не такая ярко выделена а вот как бы таким полукругом но это получается девочка позже поймаем покажем короче первый пацан башон не маленький это хорошо хороший размер хорош вкусный вот он так выглядит голубой краб которых которых мы здесь турции ловим розетовый розетовый красивый очень вкусный небольшой пока давай брать потом мы отфильтруем дать позже забежал пробую подсечь какая палочка подсеклась смотри палка четко висит вот как как и должно должно быть завтра не сегодня сегодня можно погонять есть 222 какой он жирный смотрел на другую сторону сторону собралась поэтому тот ушел туда перекидывается удочки моряки там крупный краб рыба рыба говорю вот эти два прям вообще хорошие вот это снасть мне нравится пока больше всего да такая удобная не замороченная и и наживлять просто и снимали использовать до внимания когда же офигенно единственно что поначалу нас вот здесь она состоит из много вот таких не так до которые стягиваются ну лесок то ли они тонкие то ли чё у нас две лески грызла и нам приходилось перевязывать время за него причем настоящая воде мне кажется это примут цена вопроса 3 доллара я думаю на того стоит али экспресс он там почувствовал что ты под него зовем с этой стороны ловится более мелкие крабы а с той стороны да куда наши снасти плавно перекочевывают вот более клуба и покажу а вот как раз таки момент этого подсадка который из ткани и сетки до парень если ты меня цапнешь девушка а вот кстати да ухаживай за lady видно вот эта девочка то что до этого был разговор про мальчика здесь четко видно что это не мальчик леди красивым фейсом ох ты смотри прям выскочил видел не глупо оказывается вот сама затягивающийся мне пока не нравится сейчас много сходов ты поднимаешь видишь что там сидит краб вот это конечно классная штука сколько их там а вот это классная штука можно ее одно оставлять вообще просто она размер такой маленький чистенький вот это я понимаю крабалка то короче али экспресс я думаю что там штука это было не летaba я думаю что это же еще паузу крабалка это было не только мальчик что это такое чужина можно этап Субтитры сделал DimaTorzok 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 Берем лед Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok Далее и ставим таймер Для такого размера Крабы до 300 грамм Достаточно 8 минут Не до закипания А всего 8 минут С того момента как вы их туда погрузили Затем их советуют Снова охладить И потом уже подавать к столу Лимон Это святое по-всему рыбному щипцы прикольные такие даже на щуку себе купил 30 сантиметров раз когда на крупные приманки на большую щуку выезжаешь можно купить такие для краба вот такой вот у нас сегодня предпраздничный ужин с максом на берегу средиземного моря ловим и готовим краба голубой краб называется как лешни у него голубые вы сами видели объедение сейчас он чуть у нас постоит поставим сразу вторую партию на эту же воду сбрызнем все это дело лимончиком красота начинается красивый закат правда у нас сбоку мы не совсем он наблюдаем но закатное освещение такое очень приятно в общем к чему я все это говорю потому что как только солнце садится даже сейчас в конце мая надо одеваться да и летом здесь ночи холодные наверное так везде где есть горы потому что сочи крым тоже вечером выходишь погулять по набережной всегда хочется кофту надеть до единственное у нас есть проблема с освещением лагеря у нас есть небольшой налобный фонарик максима плюс я забрал у андрея из комнаты фонарик под которым он читает книги скажем так не фонарь а настольную лампу на батарейках и также есть у меня небольшой брелок фонарик ну и плюс тот свет который на телефонах смотри они клешны друг другу же шарохали в общем с освещением у нас проблемы может быть нам поможет в этом диджайка я недавно приобрел себе новую камеру до этого я снимал на gopro hero black четверку и и покупал я 10 лет назад но я думаю что парада уже вот я взял диджай и также купил к ней эти микрофоны петлички с ними пока особо не разбирался пока просто камера говорят она еще и неплохо снимает ночью ну проверим что будет слабая освещенность как говорят в турции афия толсун что означает приятного аппетита уже стемнело кстати очень резко солнце спустилось пока мы вторую партию жарили крабов прошло буквально там вот эти же 8 минут и жиг солнца уже нет луны на небе половина надеюсь ночью не будет темной и нашего освещения нам будет достаточно как же это вкусно вам просто не передать я думал лет через 10 можно будет вкусовые качества передавать на видео лапах соленезы не передал так что ребята соберетесь в анталию зайдите сперва на алиэкспресс и закажите вот эту штуку без каких либо заморочек на руку леску намотал 5 метров с берега кинул краба поймал да там курицу да в любом магазине тут же их отворил если в отеле живешь к скалам подошел поближе потом отворил да где-нибудь в номере на кухню попросили на если вам оно надо но если вы смотрите этот ролик скорее всего вам оно надо в мастер-чак пишут в мастер-чак пишут Субтитры сделал DimaTorzok